Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о менталитете. Я немножко расскажу о торчанках. Кто-то, может быть, со мной согласен или не согласен. Хочу сразу сказать, что примеры у всех могут быть разные, кто с кем сталкивается. Это зависит от общества, в котором вы, конечно же, среза социального общества, в котором вы находитесь. Но я постараюсь это как-то привести к общему знаменателю. Это не говорит, что все 100%, тотально, все, как я рассказываю, или вот такие люди. Бывают вариации разные. Мы сегодня поговорим, мне очень интересно, да, скажу так, мне очень интересно об этом поговорить, где-то, может быть, вас предупредить или вам рассказать, о том, как турчанки вообще к себе относятся, в плане экономят ли они на себе, жертвуют ли они себя для семьи и так далее. Вот если мы, я напомню о том, что в Турции манипуляции это окей норм, это часть их общения и взаимодействия. Второе, они очень любят жертв, жертвенность, жертву всегда жалеют. Жертвы помогают. И если ты хочешь правильно разрулить ситуацию, какой-то конфликт, прикиньте, жертва. Из тебя будет всегда спроса меньше. То есть априори жертвы здесь, ну, это часть и культурное, и религиозное воспитание у людей. Очень многие, скажем так, прикидываются жертвами для того, чтобы им жилось легче, им так спокойнее. Это выгодная позиция, жертвенная в стране. Если мы берем женщину, я к тому, что вот эта поговорка, она очень мне режет слух, когда с милым и рай в шалаше. И да, отчасти это так и есть, правда. Наши женщины готовы все терпеть, продать свою квартиру на родине, здесь купить в браке уже как совместное имущество, потом при разводе мужу у нее, либо половину, либо вообще все отхапать хочет, про жилье или давит на нее, заставляет продать, отказаться от части денег и так далее. Затем ситуации, когда она готова потерпеть, пострадать, потом у нас будет хорошо. Потерплю, пострадаю, он ходит, изменяет. Короче, потерпеть, пострадать и так далее. И вы скажете, ну, турчанки не такие. Я вам расскажу как бы правду, да, как на самом деле происходит. В основном, не только потому, что турчанок воспитывают туда по-другому, принцессами, знающими себе цену, но не всех, конечно же, есть, которые, не знаю, это, конечно, себе цену, это еще от возраста, это от много чего зависит, нескольких факторов. Но по факту более такими, да, высокомерными, казалось бы, турчанка никогда не будет себя ставить на позицию такую, потерплю, подожду, смилым рай в шалаше. Вот поговорка про смилым рай в шалаше у турчанки такой в поговорке никогда не будет. Она такой, это ей вообще не по ее нраву, она такой не примет расстановку такой ситуации, нет, это не про турецкую женщину, но-но, она такой прикинется. Для того, чтобы, потому что жертве здесь все сходит с рук, это манипуляция, элемент манипуляции будет. Так что, если мы берем, там, не знаю, домашний какой-то бюджет, расходы на себя, траты и так далее, и так далее, то турчанка вцепится, она о себе подумает в первую очередь, во вторую очередь о своем муже, он будет у нее там, во вторую очередь о детях, или, может быть, у нее дети будут, у некоторых, не у всех совсем, будут на первом месте потом о себе, но муж будет явно на последнем. Вот мужа она никогда на пьедестал почета не поставит себе в ущерб. Даже старые закалки, турчанки, которые с мужьями живут всю жизнь, терпят от них все, что угодно, неработающие турчанки, у которых муж — это свет в оконце, и кажется со стороны вроде, такая там любовь замечается, ну, хотите, если мы узнаем концу их жизни, там, налево, и всякое, детей каких-то на стороне заводить, незаконных и так далее, то, на самом деле, она для какой-то своей выгоды. Ей почему-то выгодно, удобно, скажем так, быть как будто бы на втором месте, как будто бы ставить его на пьедестал. У нее всегда есть какая-то выгода. Я бы сказала, наши, назовем так, славянские женщины открыты, я готова потерпеть, пострадать, от себя отдать, мужика на пьедестал поставить, а сама, мы такие турки, они вообще-то обожают, сесть потом на плечи, на ней ехать, потому что она и работает, и яне не надо, и уборщицу не надо, сама все дома с детьми, и еще и работает, или на работу ходит, или какой-нибудь там сейчас модно, по удаленке, вот в последние годы, да, появилась с пандемией, история удаленки, раньше такого не было. Ну, короче, зачем напрягаться? Она и красивая, и стройная, за собой ухаживает, и все под присмотром, и дома чисто порядок, и когда она... Короче, она пашет, как всегда дома у себя это делала. Вот турчанка так не будет. Она будет по дому пахать, дети, это все понятно, та же история, но она тогда просто работы не будет. Она скажет, дорогой, моя работа вот здесь по дому. А, если ты хочешь, чтобы я выходил на работу, ну, тогда у нас будет няня, уборщица, там еще какая-то помощница, или там родственники пусть помогают, условно, это мы про средний экономический класс сейчас, кстати, говорим. Я не про тех, кто не может себе это позволить. То тогда я выйду, но работу с удовольствием буду развиваться, мы сейчас про светских, да, говорим, то, ну, как бы, тогда я это все делать не буду, то есть ты, как бы, выбирай все вместе тащить, я не буду. Либо так, либо сяк. Сейчас, конечно же, последние два года с экономической ситуацией инфляции в стране уже меньше людей, которые могут себе позволить всяких нянь, частные садики, школы частные, вот эта вся история. Поэтому женщин, которые работают, становится больше, и в таких услугах людей, отказывающихся, тоже больше. Поэтому больше становится в светских турчанах крупных городах, которые и работают, как-то худобед, и деньги приносят какие-то в семью, и детьми семьей тоже как-то занимаются. Этого становится больше, то есть они становятся в этом плане больше на нас похожи. Раньше такого практически было очень мало. Даже еще 10 лет назад, условно, возьмем, вот я помню, это была редкость, скажем, тогда была вот эта разница, ощущалась. Если мы берем характер и поведение, то турчанка, она всегда в первую очередь поставит себя, свои интересы, нет денег, но она найдет на парикмахера, эпиляцию, они очень любят лазерную эпиляцию, там восковую, шугаринг, это их тема, там, не знаю, волосы покрасить, там еще что-то, Пилатес там любят и тому подобное, кто на спорт какую-то ходит, они о себе подумают. Последние деньги будут в семье, но она их на себя потратит. Потом на детей, а потом, там, может быть, на мужа, если вообще до него что-то дойдет, распределение этих финансов до него, если дойдет. Но она при этом, про двойственность, прикинется жертвой, страдалицей, но она будет вот такой, как будто бы, скажем так, которая, ну да, вот так, ну что теперь, да, печально, но от своих благ или от своего какого-то эгоизма я не откажусь. Если вы меня спросите, а как же правильно вообще поступать, как правильно себя вести вот по этой модели, назовем так, нашей славянской, когда ты вся искренне все отдаешь, она тебе едет, или вот как курчанки делают. я скажу, что надо поступать по своему желанию, как тебе хочется, как тебе комфортно. Просто я понимаю, что если вас воспитали в другой среде, вы не можете это с себя скинуть легко, адаптироваться, вы готовы все самой тянуть, тащить. Я таких девчонок очень много знаю, поначалу все такие, назовем, но когда проходят годы, 5-10 лет, многие наши девчонки разочаровываются, когда посмотрели, как турчанки ведут себя, как они здесь живут, и они такие, блин, а нафига я все это делаю? А можно же и по-другому. Я очень много знаю наших, кто адаптируется и в итоге ведет себя так же, как и турчанки, потихоньку переуменимают эту модель поведения и чувствуют себя более комфортно. Или вкладывают в мужа, в семью, столько же, сколько это делают, например, турчанки. Они все 100% отдаем. Если мы берем психологию, то правильно, скажем так, с теории, с книжек психологических по правильному, это, конечно же, эгоизм здоровый на первом месте всегда у себя должна быть я. Как там, да, happy wife, happy life, счастливая мама, счастливая семья, счастливые дети, нервная, раздраженная, злая мать, гавкающая на всех, как собака, да. Соответственно, мы должны о себе думать, себя любить и не впрягаться и все за мужем, например, вообще все 100% делать. Девочки, будьте осторожны, потому что, как ни крути, в Турции матриархат. Да, при правильном лисьем подходе, манипуляциях, Турчанка все равно правит своим мужем, каким бы он ни был. Либо они там соревнуются, соперничают в браке, но, скорее всего, она побеждает в моральном плане, муж типа голова, но по факту все держит жена. И им по менталитету, по воспитанию мужикам это ближе, понятней, приемлемей. Пусть у него мама всю жизнь приносила папе там чаи, кофеи, вся такая домашняя, никогда не работала, у нее султан такой на диване, она вся перед ними, там всем гладит, стирает, убирает, готовит. Но, ребят, это ее выбор, она так хочет. Поверьте, у нее есть очень много для себя времени, покупок каких-то, юфилирки, так далее. То есть она про себя не забывает в этот момент. Вот что прикол. Она это делает, но о себе не забудет. Вот в чем дело. А не 100%, все только мужу, дети, она себе вообще ничего, я такая страдальца. Нет, 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 нет. Тут у нас эгоизм вот этот здоровый включается. И мужчинам так привычнее. Это вот как минимум их инстинкты и воспитание их, они это видят в окружении здесь. Поэтому не бойтесь закручивать гайки где-то, что-то требовать, спрашивать. Не борзеть, конечно. Давайте не будем тоже. Я такая вся красивая, деловая, ты должен все. Но это тоже, давайте не по-честному, скажем так. Должен быть взаимообмен в здоровых отношениях всегда. Ты мне, я тебе. В одни ворота никто играть не хочет. В Турции в том числе какими-то джентльменами, семейными или еще какими-то не были. Ему тоже эта история не очень нужна будет. Тебя просто красиво обрабатывать. Тут таких тоже красивых, высокомерных навалом своих, на кого можно потратить деньги, пообрабатывать ее. То есть вообще, пожалуйста, никогда не начинаем с милым и рай в шалаше. Это такая огромная яма будет не по турецкому менталитету, в которую вы сразу все вырыли сама, положили рядом лопатку, прыгнули, начинаете жить в Турции, вам тяжело, вас, знаете, землей в эту яму закидывают, вы такая, ой, блин, а рядом что люди могут без ям жить? А можно и не в шалаше, а можно и на себя что-то и так далее. Вы это увидите в сравнении, когда переедете, когда с местными пообщались, посмотрите вообще, что тут, как происходит. И из этой ямы вылезти уже очень трудно, границы, вы их уже нарушить позволили, вам на шею сесть, и никто слазить не хочет с комфортного, удобного, вообще вам уже закатит истерику или пальцы, слушай, ну как бы на другое соглашались, а ты раньше по-другому себя вела, он вас там винить, корить, стыдить начнет, называть, например, меркантильное или еще какое-то, вам это надо? Ну реально? Нет. Поэтому мы осторожненько про себя не забываем и выстраиваем отношения не с жертвенной максимальной позиции, я все в дом, я все нам, я сама сейчас запряглась, буду тащить. Нет. Нет и нет. Потом трудно будет это шеей своей скинуть. Я больше скажу по своему опыту, Турция абсолютно разная, разные люди, и на любой кошелек, на любой уровень культуры, манер общения здесь можно найти людей. И когда говорят, что турчанки ходят в шароварах, в цветных штанах, в жилетках, все они колхозные, такие ситки, залазят в чужие личные границы, создают некультурные вопросы, я скажу точно, нет, не так. Абсолютно нет. Вы называете определенную прослойку, и не буду вдаваться в подробности, чтобы никого-то обижать, я знаю, какую прослойку, о чем вы говорите. Это есть, но есть и другое. Есть врачи, профессура, элита всякая и так далее, интеллектуальная элита вот в этом плане. Есть с кем интересно, о чем-то пообщаться, просто вы в это общество не входите, и у вас рядом таких, например, людей нет и так далее. Но здесь есть все. Турция абсолютно многогранная. И я всем желаю, кто сюда планирует переезжать или переехал, найти себя здесь. Турция, вот по факту, она реально резиновая. Здесь принимают иммигрантов на протяжении столетий. Какие бы менталитеты, взгляды, там, ислам, религия не были в стране, принимают всех. Но уже от тебя зависит, приживешься ты здесь, адаптируешься ли ты здесь, под ритм, под страну, под культуру или нет. Я желаю, чтобы вы смогли адаптироваться и чувствовать себя здесь, назовем так, своим, ну не хотя бы, чтобы Турция вас не изгоняла и не отвергала от себя. Потому что здесь очень интересно, очень многогранно. Здесь есть чем заняться, найти себя можно. И вот если Турция тебя принимает, я очень много знаю людей, иностранцев, которые здесь себя чувствуют, ну практически как на родине. Комфортно, реализованно, адаптировались. Просто это вопрос времени. Как правило, это от самого человека зависит. Поэтому не все там турчанки такие-сякие, плохие, и люди здесь не такие, все не так. Как правило, проблема в тебе. Ты себя здесь не видишь и не чувствуешь, это нормально. Это просто не твоя страна, может быть. Не твой уровень социально-интеллектуальный, культурный, пожалуйста. Если у тебя нет возможности, ну этот уровень здесь в стране есть, но у тебя нет туда входа, нет возможности пользоваться, ну можешь просто поменять страну скорее всего. Что мучиться? Это про то, чтобы люди не мучились и не страдали, а были счастливы, довольны в итоге, и всем бы все было хорошо. Что вы думаете? Какие у вас рассуждения на эту тему? Будет очень интересно почитать ваши комментарии под видео. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. В инфобоксе под видео моя почта для индивидуальной психологической консультации. Напишите теме письма на мой почтовый адрес, консультации, я вам вышлю условия для встречи. И также телеграм-канал, там ссылка, подписывайтесь, там и свежие новости Турции. Скоро увидимся, всем пока!